Пару слов. Как развивается Ваше сотрудничество с Японией? У нас мы работаем с японскими потребителями нашего угля достаточно успешно. Мы работаем с японскими производителями техники, которая работает у нас на открытых горных работах. Сегодня КамАЦУ, японская компания КамАЦУ, выкупила и компанию американскую Джой, которая поставляет горно-шахтную технику. И мы сейчас подписываем контракт с компанией Джой, которая теперь уже является японской компанией КамАЦУ. Уже подписываем договор на поставку горно-шахтной техники. У нас очень прекрасные отношения с компанией Марубене. У нас есть соглашение о стратегическом сотрудничестве. Поэтому у нас очень активные контакты с японскими коллегами. И мы Японию видим как один из главных для нас партнеров в азиатско-тификанском рынке. Скажите, а по поводу экспорта угля в страну восходящего солнца, можете какой-нибудь информацией поделиться сейчас? У нас сейчас работает только одна обогатительная фабрика мощностью 2 миллиона тонн. И запас, объем концентрата мы выпускаем очень маленький. Этого объема концентрата достаточно только для того, чтобы отправлять промышленные партии. Процесс заключения долгосрочного контракта занимает много времени. Вначале надо отправить пробы, потом отправить промышленные партии, чтобы был сделан первый выпуск стали. Могу сказать, что все эти отправки прошли успешно. И мы в марте следующего года запускаем уже вторую обогатительную фабрику мощностью 6 миллионов тонн. У нас становятся большие запасы уже концентрата. И тогда мы начнем, перейдем к регулярным поставкам в страну восходящего солнца.